Ребята, всем привет! Рада приветствовать вас у себя на канале. У нас конец месяца и по традиции я к вам со своими пустыми ванночками, поэтому давайте без долгих разговоров начинать и поехали. Буду показывать все как обычно в хаотичном порядке. И первое, что мне попадается под руку, это мой крем для век, крем для кожи вокруг глаз от производителя Vitex, гиалуроновая серия. У меня этот был крем с пометкой 45+. Как я уже сказала, данный крем с гиалуроновой кислотой и он якобы должен был помогать при выработке коллагена и тем самым, так скажем, замедлять наши процессы старения и делать кожу вокруг глаз более упругой, более подтянутой. Не могу сказать, что прямо на 100% я осталась им супер как-то довольна и он на меня произвел неизгладимое впечатление, но крем достаточно неплохой. По крайней мере, кожа вокруг глаз у меня не такая сухая стала и как-то визуально как будто немножечко заполнялись морщинки, но этот эффект оставался буквально час-два и потом, когда крем уже очень хорошо впитывался, все это проходило и, так скажем, эффекта как и не было. Однозначно к нему я не вернусь, но в принципе не могу сказать, что я нашла для себя пока идеальное какое-то средство помимо масла авокадо, которое бы мне на 100% подходило и меня устраивало. Поэтому, да, ни разочарования, ни похвала, что-то такое средненькое, так скажем, для меня продукт однозначно на четверку. Так, ребята, поехали дальше и следующее, что я вам покажу, это опять-таки Vitex и это уже совершенная фарфоровая кожа и их новая серия, точнее, практически новая серия с люмисферами. И это у меня ночной крем для лица, шеи и декольте. И здесь нам Белита также много чего обещала, осветление, сияние и лифтинг. Очень мне понравилась эта линейка, я вам показывала ее в своем зимнем уходе. И понравилась мне в плане того, как она убирает пигментацию и как она борется, так скажем, если можно так выразиться, борется с веснушками, борется с пигментными пятнами. Она их действительно осветляет, особенно те, которые не были слишком ярко выражены, те, которые были поменьше. Они прям практически сходят на нет и я однозначно этот эффект заметила. И особенно, когда уже баночка была на 70% израсходована, этот эффект был виден. То есть спустя, наверное, полтора месяца, да, я эффект видела и видела эффект неплохой. И за это хвалю Белиту. Плюс крем достаточно неплохо увлажнял, достаточно неплохо напитывал. И я уверена, что если Белита не выпустит что-то похожее, либо кто-то из белорусских производителей, то следующей зимой я опять-таки к этой линейке вернусь и опять-таки буду свою кожу, свои веснушки понемножку убирать. Потому что да, в этом плане продукт работает и однозначно ставлю ему пятерку. Едем дальше. И следующий продукт, чтобы уже закончить тему уходовой косметики, это тоник. Тоник, опять-таки, от Vitex. И это у нас термальная серия. Термальный тоник с микросферами голубого ретинола для лица и шеи, увлажнений и лифтинг. Белита также нам много чего обещала. И наполнить клетки живительной влагой, энергией, повысить упругость, разгладить кожу, сузить поры и придать коже сияние. И однозначно кожа смотрится более сияющей, скажем так, при использовании этого тоника. Плюс огромный этого тоника также в том, что он не оставляет никакой липкости. И очень приятные ощущения этот тоник оставляет. Но ничего большего. Кожу он не напитывает. Опять-таки, Белита нам здесь этого и не заявляла. Есть однозначно тоники, которые подпитывают, напитывают кожу. По моим впечатлениям, гораздо больше. Но в качестве именно тонизирования, в качестве неплохого средства после удаления макияжа, либо когда вы умылись с утра и вам хочется, так скажем, задержать влагу на коже, то я думаю, да, подойдет. Кстати, то, что этот тоник у меня достаточно быстро закончился, также говорит о том, что продукт неплохой и рука к нему цянулась. Потому что тониками я могу пользоваться просто по полгода, и они у меня будут очень долго стоять. Этот же продукт нет. Я вам, наверное, буквально месяц, максимум два назад его показывала. И вот уже у меня полностью пустая баночка. Поэтому, да, это говорит о многом. Так, ребята, поехали дальше. Переходим к части с декоративной косметикой. И первое, что у меня закончилось из декоративки, это моя любимая бибишка. Бибишка от Белиты, серия Белита Ян. Биби-крем для лица с эффектом фотошопа. Данный тональный крем, точнее, данная бибишка содержит у нас SPF 15, дает сатиновый финиш. Касаемо кроющей способности, она однозначно здесь не самая высокая. Она средненькая, ближе к минимальной, но тон лица очень красиво данная бибишка выравнивает, покраснения какие-то убирает. Белита нам и не заявляла здесь огромные какой-то кроющей способности. Финиш однозначно сатиновый, финиш влажный, красивый. На лице очень классно на него ложатся все кремовые продукты, если вы любите кремовый контуринг. Классная белорусская бюджетная бибишка, самая лучшая бибишка среди белорусских и не только белорусских производителей. Опять-таки стоимость не самая высокая. И, ребята, единственное, на что я бы обратила внимание при покупке, если вы хотите ее купить, это тон. Она выпускается в одном едином оттенке, универсальном оттенке. И этот оттенок подойдет тем, у кого кожа не самая светлая, кожа чуть-чуть более смуглая. Да, я имею в виду для славянских девушек чуть более смуглая, потому что совсем белоснежком этот оттенок не подойдет. Он такой немножечко сероватый и явно он будет отличаться от вашего белого, совсем белосого лица. Поэтому обратите внимание, если будете его покупать. И также, я думаю, что если у вас жирная кожа, он, опять-таки, не совсем подойдет, потому что все-таки он, ну, такой совсем сатиновый, совсем влажный финиш оставляет. Поэтому про эффект мотирования здесь речь не идет. Следующая моя пустышка, точнее, то, что у меня закончилось, это тушь. Тушь от Luxe Visage серии Secret. Я делала на данную тушь отдельный обзор. Оставлю где-нибудь подсказочку, можете посмотреть. Тушь у нас с прекрасной кисточкой, очень удобной кисточкой, она у нас конусообразная. Очень много мелких здесь форсинок. Тушь давала объем, давала неплохое удлинение, но скорее она больше для объема, нежели чем для удлинения. Ей можно придать изгиб. Ничего слишком драматического не получится, но такой ежедневный, повседневный вариант для тех, кто не слишком любит кукольные драматические ресницы. Я думаю, она вам должна понравиться, потому что реснички она не склеивает и она не осыпается ни сразу, я имею в виду после того, как вы ее распечатаете, ни со временем, потому что с некоторыми тушами такое, к сожалению, происходит. С этой малышкой такого нет, поэтому неплохой бюджетный вариант от Luxe Visage. Но, опять-таки, если сравнивать с тем же киллером, либо с Luxe Visage XXL, она уступает по всем показателям, по всем параметрам, но я знаю, что не все любят такие драматические ресницы. Поэтому тем, кто за натуральной, скажем так, тем, кто больше тяготеет к натуральным ресничкам длинным, чуть-чуть подкрученным, объемным, но ничего слишком, не too too much, то, я думаю, вам она понравится, можете к ней присмотреться и, да, возможно, станетесь ей впечатлены. И, ребята, следующее, что я вам покажу, это моя подводка. Я уже потеряла колпачок, она у меня очень давно закончилась, видимо, Даня с ним уже где-то играл, и колпачок у нас отвалился. Это у нас подводка Flamaster от Luxe, нет, это не Luxe Visage, это у нас Riloui, и это у нас серия Artistic Elegant Slim Contour. Подводка для глаз, которая у нас должна быть водостойкая, супер черная, длительность носки 14 часов. Данную подводку, ребята, я вам также неоднократно нахваливала, очень она мне понравилась, очень удобно ей рисовать стрелки, здесь очень удобный вот этот вот аппликатор, он на самом кончике, он тоненький и мягкий, но его основание, оно достаточно упругое, поэтому стрелочка рисуется очень быстро, и цвет, мне нравится цвет черный, угольно-черный цвет, мне нравится линия, линия без проплешин, линия четкая, но данная подводка очень быстро высыхает, и это ее, так скажем, очень большой минус, но все подводки Flamaster высыхают достаточно быстро, по крайней мере те, которые мне приходят на ум, все они высыхают достаточно быстро, и вот это явно не стало исключением, также очень быстро она высыхает. Так, ребята, и мне осталось рассказать вам про два средства, которых у меня нет с собой, но я вам обязательно вставлю либо в видео, либо фотографию того, что я имею в виду, чтобы вы наглядно понимали, и первое, про что я вам расскажу, это гель для душа от Belita, от Vitex, кокосовая серия с кокосиком, с кокосовой водой, однозначно классный гель для душа, который просто нескончаемый, но он у меня закончился, его можно использовать, я не знаю, просто для всего, помимо того, что это классный гель для душа, он абсолютно дает огромную пену, поэтому если вам он поднадоел, хочется быстрее закончить, можно использовать его и как пену для ванн, в общем, классный продукт, кожу не слишком сильно подсушивает, подсушивает, но не прямо так сильно подсушивает, как, например, те же Palma Leaf мне подсушивали, либо другие масс-маркетовские производители, и касаемо стоимости, стоимость в 4 раза дешевле и объем в 5 раз больше, поэтому осталась им более чем довольна, однозначно буду пробовать еще и однозначно к нему вернусь, потому что, во-первых, очень люблю аромат кокоса, настоящего кокоса, нехимозного, вот именно натурального, приятного кокоса, и плюс, да, мне нравилось, что он дает большую пену, и его объем, конечно, не может не впечатлять и не радовать, и это шампунь от Lev Delano, серия у нас была для волос, склонных к выпадению, данный шампунь не содержит силиконов, не содержит парабенов, более натуральный в нем состав, он не слишком хорошо прямо пенится, чтобы прям такая супер была пена, за счет того, что состав все-таки в нем более натуральный, но голову он промывает неплохо, касаемо аромата, аромат очень приятный, аромат таких трав, аромат крапивы, аромат репейника, без каких-то добавок, как мне кажется, но мне нравятся именно в шампунях такие ароматы, и, ребята, единственное, что хочу добавить по поводу этого шампуня, это то, что очень хорошо нужно встряхивать флакон после того, как вы его открыли, и перед каждым применением его нужно хорошо встряхивать, потому что он образует в конце некое желе, то есть когда баночка у вас заканчивается, и если я, например, не всегда встряхивала, и когда уже было процентов 20 шампуня, у меня он превратился в желе, то есть та часть, видимо, которая была вверху, она была таким густой, гелеобразной формы, но та часть, которая осталась внизу, она прям такими, как желешками, квадратиками такими выпадала из бутылки, поэтому, да, стоит не забывать про вот такие вот минусы, и я вам покажу в своих покупках, уже я купила опять шампунь от Лептелана, потому что ни бальзама, ни маски мне, к сожалению, от этого производителя не зашли, они мне не нравятся, не подходят, но вот их шампуни, с ними я однозначно подружилась, с ними я забыла про свою перхоть, с ними я забыла про то, что у меня вот такая вот, может быть, шапка из волос на голове, все-таки классное ощущение после себя не оставляет, и, ребята, на этом я буду свое видео заканчивать, огромное спасибо за просмотр, мы с вами скоро увидимся уже в новом видео, и всем пока-пока, до новых встреч!